Всем привет! Поставьте плюсики, как видно, слышно. У нас с вами такой вот вебинар. Вижу, в комнате у нас есть новые люди. Буду рада со всеми познакомиться. По субботам у нас проходит такой, получается, вебинар вопрос-ответ. Специально для того, чтобы... Сейчас погромче сделаю. Скажете, лучше слышно. Вот, когда можно... Не просто я рассказываю, да, можно писать... У нас там в левом нижнем углу есть поисковая строка. И туда можно писать вопросики. Восьмерочки у нас. Аплодисменты. Плюсики это ответы, да, либо я еще буду вопросы какие-то задавать. Можете писать, не стесняться. Может быть, вам будет что-то интересное. По ходу спрашиваете, на любые вопросы отвечен. В принципе, вот сейчас посмотрели ролик о wellness, да, чтобы вы... Мне не полчаса про него рассказывать, а вы уже в курсе были. Кто видел ролики, плюсики поставьте. Я уже поняла, что Алена не видела, да. Вот кто не видел, минус. Иногда бывает, с телефона заходите, и видео не видно. Вот. Напишите, кто смотрел. Кому понравилось, может быть, уже какие-то вопросы есть. В принципе, анонс у нас такой очень разнообразный, да, то есть и уход, красота снаружи, красота изнутри. Ну, мы знаем, что wellness это у нас здоровое питание, да. Это не лекарство, это не какие-то средства. Сейчас вы, наверное, это в ролике тоже видели. Может быть, какие-то вот прям вот вопросики есть, чтобы больше всего хотелось узнать. Мне прям будет интересно с вами вживую вот так вот общаться. Виталий тоже уже писал, что не стесняйтесь, пишите. Я вообще люблю живое общение. Вот. Смотрите, сегодня будет прям такой краткий обзор. У нас с вами также проходили школы красоты. Три занятия по визажу. Кто на них был? Поставьте циферки, кто все три видел. Если кто-то не видел, поставьте минус. Если хотели бы посмотреть, да, у нас все есть на канале YouTube. Все эти ролики есть. Вкратце мы это все сегодня разберем. Далее. У нас с вами были школы красоты по уходу за лицом. Это два таких курса тоже интересных. Первый, ну, разбирайте, в принципе, о комплексном уходе. А второе уже по дополнительному уходе. Тоже напишите, если кто видел, кто не видел, тоже можно в записи посмотреть. Ну и сегодня еще тоже. Да, если минус ставите, то тогда напишите, что конкретно не видели. Вот. Кто был, тогда можете отзывы написать, чтобы люди, которые новенькие, тоже посмотрели. Что хотели бы услышать о wellness продукции? Вот мы с нее начнем. Мне бы хотелось вот конкретно ваши отзывы. Может быть, сейчас ролик посмотрели и что-то вот конкретно детское заинтересовало, конкретно, возможно, похудение, либо набрать вес, либо что-то вот с волосами проблемы и так далее. Я тогда буду ориентироваться на публику, что кому интереснее. Я так думаю, что у нас не три человека, да, Алена, Аня и Аля. Кто-то сейчас уже видео увидел, либо совсем не знает, что такое продукция wellness, потому что пока отзывов не вижу, с чего мне начать. Бывают вебинары, когда я только выступаю, а вот по субботам у нас вопрос-ответ, чтобы набор веса. Виталий, для себя хочешь? Для тренажерки, ага. Кто еще что? Давайте я пока начну похудение к Новому году. Да, суперский такой похудение. Ну вот как раз на коктейле открыла, да, то есть историю создания не буду уже рассказывать, но в принципе все, наверное, слышали, да, что врач-кардиохирург Стикстен как раз-таки разрабатывал 8 лет такую формулу коктейля, чтобы полностью были натуральные компоненты, то есть там яичко, молочная сыворотка, яблоко, шиповник, свекла сахарная, да, то есть те натуральные компоненты, которые, в принципе, нам в рацион с пищей должны поступать. Также, смотрите, разрабатывалась для тяжелобольных людей, у которых производилась пересадка сердца, легких, то есть органов, да, и вот в моменты вот эти вот, когда человек проходит такой вот период восстановления, да, то есть операция, она в принципе очень тяжелая, когда раньше употребляли коктейли, это было очень сложно по поводу того, что синтетические вещества не все усваивались организмом, поэтому иногда были летальные исходы после операции уже, то есть операция хорошо проходила, а там уже человек мог не выкарабкиваться. Вот 8 лет и разрабатывалась такая формула коктейля. И так как там все натуральное полностью, да, то через вот этот вот зонт, трубочку, человеку поступал вот этот вот коктейль. Когда ставили эксперименты на здоровых людях, то есть это, в принципе, коктейли были разработаны не в продажу, а как раз таки вот с чек-сеном для тяжелобольных людей, но стали продвигать через линейку, линейку Велма стали продвигать через компанию Арифлейм именно с той целью, потому что, сами понимаете, да, если в аптеке это продвигать, это будут накрутки, и этот продукт тогда, в принципе, там очень такие высококачественные формулы. И если этот продукт продвигать через какую-то сеть, да, через посредников, там цена накрутится очень больше. Вот. А компания Арифлейм, в принципе, очень проверенная. Да, могут быть и подмены, потому что сейчас уже с 2013 года сертификацию, в принципе, отменили. Даже если мы в магазине что-то продуктовом покупаем, мы уже не спросим, да, есть ли... Ну, а кто спрашивает, есть ли сертификат, да, на то или иное средство, из чего хлеб состоит, когда мы его берем. Вот. Также и в аптеках сейчас сертификации уже нет, то есть чтобы это было проверено, поэтому напрямую от производителя, чтобы это бралось. И вот получается, что когда попробовали на здоровых людях, то есть вот когда тяжело больным людям давали этот коктейль, тяжело больные люди вот в лежачем положении, они набирали вес. В плане того, что даже вот порцию коктейля только-только выпиваешь, да, и вот у них и мышечная масса не терялась, и в принципе организм в тонус приходил, потому что здесь очень богатое содержание белка, а мы знаем, что белок это строительный материал для всех клеточек организма, в принципе, это как фундамент, да, вот если мы про дом говорим, что дом должен быть на фундаменте стоять. Вот. Поэтому, когда людям давалось тяжело больным, они поправлялись, набирали вес, ну, а сами знаете, да, в больнице вес наоборот теряют. Когда попробовали на здоровых людях, получается, что вес стал теряться. И даже ученые долго изучали, почему такое вот вознагласие оказывается, что та клетчатка, ну, и в принципе компоненты, которые содержатся в коктейле, калорийность там всего лишь 97 калорий в порции, плюс содержание клетчатки очень богатое, и от этого очень хорошая чистка организма шла, ну, и в принципе там восстановление каких-то вот клеточек, да, если клеточки немножко нездоровые, то они поправляются. А вот. И вот эта вот клетчатка прочищает организм, выводит все токсины из организма, и тем самым и человек самочувствие, да, у него улучшается. И вот если он хочет свой нормализовать вес, то как раз-таки там есть специальная система, как кушать коктейль правильно, да, то есть если, предположим, порцию коктейля, то есть есть специальный шейкер, который взбалтывается, да, и принимаете порцию. Вот я когда делала, я начинала как раз-таки с завтрака. То есть завтрак заменила, так как не всегда мы кушаем, себе кашки варим, либо что-то такое, да, кто-то на работу рано убегает и так далее. Вот. То есть там советуется просто, если говорить о похудении, то либо завтрак заменить и какие-нибудь фруктики добавить, ну, в принципе, как на картинке, да, предложено, либо вот что-нибудь там вместе с кашей, либо еще что-то. Про витаминки, если сказать, то там идет как раз-таки то самое поддержание энергии, плюсом, ну, вот к восстановлению организма. Получается, когда мы завтрак кушаем, да, есть еще такие случаи у некоторых, когда гастрит, либо что-то, вот, ну, желудок немножко подпорчен, это я по своему могу впечатлению сказать, что восстановился очень хорошо. Во-первых, прошла изжога, потому что я не могла печеное есть, либо вот какие-то такие компоненты. Вот. А во-вторых, вот здесь вот на картинке показано, вот это вот много-много-много всего, да, и фрукты, и злаки, и орехи, и так далее. Вот порция коктейля с витаминами, с пакетиком Wellness Pack, она как раз-таки заменяет вот всю ту суточную норму, которую мы недополучаем из продуктов. Потому что, согласитесь, вот есть вот порция тарелки, да, вот как там показано, что вот мы должны в день съедать столько-то салатов, столько-то фруктов, там, пол-тарелки, можно сказать, салатов, да. Плюс я еще, когда узнавала, к нам врач-нутрициолог приезжала по здоровому питанию, она рассказывала, что, в принципе, даже зелени есть больше ста сортов, и всякие внутренние элементы, которые там содержатся, получается, что мы должны вот все вот эти вот кушать. А мы знаем только петрушку, лук, еще там что-то, да. То есть это вот я была сильно удивлена. В принципе, много чего из продуктов недополучаем. Ну и даже если по цене разговаривать, вот если те же самые фрукты купить, ну, чтобы каждый день не отказывать себе, не просто там яблоки с бананами купить, да, а вот, в принципе, разнообразить свое питание. Вот, конечно же, это тогда сильно затратно будет. Ну, вот, чтобы ежедневно еще и каждому члену семьи, да, вот, чтобы всегда было все в достатке. И кубника, и те же самые там. Вот. Это по поводу похудения. Есть еще такой факт, что если принимать, вот, предположим, у кого какой режим питания, там, допустим, в обед много кушаете, или вечером после работы приходите, и прям, ну, вот, наедаетесь, можно сказать. Напишите, у кого как. То есть здесь тоже специальная система разработана, то есть велнос это не вместо питания, это не диеты, это ничего такого, просто это восстановление организма. Виталий поделился, да, что у мамы тоже из жога прошла. Наедаюсь на ужин. Вот я поделюсь по своему ощущению, получается, что раньше про себя немножко не рассказала, я, меня зовут Татьяна Соломонова, прерывусь, да, с города Новокузнецк, сама музыкант по образованию, то есть училась в колледже педагогическом в Новокузнецке на музыкальном отделении, потом в университете культуры в Кемерово. Вот. Пять лет работала и в музыкальных школах, и в детском саду. И сейчас, получается, я в Новокузнецком камерном хоре, как продолжаю свою профессию, да, любимую. То есть профессионально заниматься, но в Арифлэйм получается, ну, вот на постоянной работе здесь, потому что это денежная, ну, так как государство нам не хочет платить в полной мере, да, можно сказать. Ну, в принципе, здесь тоже работу такую люблю. Вот. Когда работала раньше на трех работах, там и в садик, потом в музыкальную школу уезжала, еще куда-то, кушаем мы не настолько правильно, потому что, в принципе, не успеваешь вот это все готовить, надо утром рано встать, чтобы, ну, вот в садик я приходила в 8 утра, можно сказать. Поэтому вот очень легко за одну минутку намешать wellness-коктейль, выпить, да, и быстренько на работу убежала. Когда я приходила с хора, с хора репетиции заканчивались в полдевятого, в принципе, где-то в девять, в десятом часу дома, тоже не очень сильно хочется наедаться. А вот тогда там есть, что, предположим, вот коктейль я могла либо в полдень, да, заменить какой-то режим питания, либо просто вечером его покушать вместо какого-то приема пищи. Хоть и калорий там мало, но насыщение организм получает, в принципе, вот даже если, ну, вот, как я раньше говорила, там вот придешь, допустим, вечером, и вот готов, не знаю, слона съесть, столько всего хочется, потому что, ну, организм требует, да, после работы. Вот. Можно также, в принципе, вот обед полноценный, в принципе, там ужин, и вот если часов вот в девять, десять, вот как у меня бывало, да, вот мы кушать сильно хочется, получается, либо супчика намешала, там тоже одна минутка, про супчик слайд там следующий покажу, ну, даже так вот перевесну, вот, либо коктейль намешать. Просто тут кому как нравится. Вот супчик есть спаржевый, есть томатный. А томат базилик, он такой кисленький супчик. А спаржевый, он не та спаржа, которую мы привыкли видеть в корейских закусках, да, а та самая натуральная, зелененькая, поэтому вот такие вот здесь есть. Если кто-то хочет вот прям избавиться от жировых прослоечек, это вот к Оксаниному вопросу, да, там к Новому году фигуру приобрести, вот коктейль, он хорошо, вот все вот эти вот токсины, злаки, вот все вот причащение организма, да, идет, в принципе, похудение есть. Вот что связано с жирком, жиром, это вот супчики еще больше, вот с этим вот справляются. И тут еще вот кому как, кто хочет горяченького, вкусненького, там и супчики. Они просто вот, получается, в чашку накладываешь, перемешиваешь, заливаешь кипяточком, да, минутка и готово. Очень часто бывает, что с работы прибегают, и вот надо что-то, что-то быстренько съесть, многие бутерброды и так далее, да. Ну, конечно, это вредно, мы сами понимаем, но можно как раз-таки вот навести ту самую порцию супа, скушать и спокойненько готовить ужин. Да, по цене тоже скажу, Ксения, спасибо. Если не скажу, напомни. Вот, и смотрите, то есть, получается, супчик намешали, и у нас уже, вот мы сами знаем, да, что когда мы скушали, импульсы до мозга проходят через 20 минут. В принципе, там есть протеины, которые они в желудке разбухают, ну, как можно сказать, да, вот порция, что ты коктейль выпиваешь, что ты супчик съел. Наполнился желудок, можно еще водой запить, да, и вот, в принципе, уже сытость будет чувствоваться. И вот пока ты ужин готовишь, или там обед, можно сказать, то ты порцию намного меньше съедаешь. Я даже по себе могу сказать, в принципе, я wellness принимаю каждый день, с мая 2014 года. Вот, поэтому полностью переменились вкусовые рецепторы. Это я обратила внимание даже месяца через полтора уже, когда начала вот это кушать. Если по поводу этого, могу сказать, сразу тяга отошла от майонеза, раньше я была майонезная душа, колбасы, либо что-то вот такое копченое, еще какие-то вот то, что куда усилители вкуса добавлены, раньше этого прям хотелось. Я не знаю, я знала, насколько вредные чипсы, но я так любила лейс, не знаю, может быть, у кого-то тоже такое бывает. Вот когда я стала кушать wellness, я обратила внимание, что у меня нету большой тяги к фруктам, большой тяги к каким-то вот... Хочется полезной пищи, а до этого хотелось вот с усилителями вкуса. Вот это я прям обратила внимание. Еще могу сказать, что в принципе не сладкоежка, но когда вот после садика ехала на камерный хор, там вот этот вот перерывчик полчаса, покупала шоколадки какие-нибудь, потому что вот хотелось что-нибудь такого сладенького. И обратила внимание, что потом вот в перерывах уже не чай не с шоколадками пьешь, а просто там бананчик возьмешь, еще какой-то фрукт. От сладкого тяга отошла. Потому что вот когда коктейль пьешь, там натуральные красители, там в шоколадном добавлен какао, в клубничном там натуральная свекла добавлена, но по вкусу прям клубничный и так далее. И ванильный есть. Вот ванильный, он прям шикарно. Кто какой вкус любит, напишите. Шоколад, ваниль, клубника. Вот я начала с шоколада, потому что до этого другие попробовала, как-то не совсем понравилось, ну тем более на воде, наверное, пробовала. А когда стала на прохладненьком молоке, вот, ну в принципе по вкусу прям вообще, ну вот прям вот натуральный вкус. Я вот потом, когда, я так миксую, можно сказать, когда ваниль, когда клубника, но обожаю шоколад. Вот, когда с ванилью стала делать, я думала, что ваниль мне не понравится, но когда стала делать, напоминает мороженка. Кто ванильное мороженое, если любит, вот, прям вот этот вот вкус очень хороший. И еще можно сказать, что в принципе есть, ну вот если даже вот показать, да, и что из серии, есть коктейли, есть супы, есть батончики, протеиновые батончики, которых очень-очень много злаков. Делала еще, можно просто в шейкер намешать, там мерная ложка такая, она добавляется, в одной пачке коктейлей, получается 21 порция. Вот, а если, предположим, то есть в принципе каждый день по порции. Так, и сейчас посмотрю, какие слайды у меня добавлены. Вот, то, что про коктейли. То есть подверженное снижение веса по системе естественного снижения веса. То есть не нужно сидеть на диетах, ни в коем случае не нужно заменять какие-то продукты, потому что сами знаете, что если калорий всего лишь 97, то в принципе организм должен получать калории, вот кому-то полторы тысячи, кому-то две с половиной, да, в зависимости от физической нагрузки. Поэтому просто за 30 минут перед приемом пищи. Либо там, кто вот в холодник, кто любит часто, ну в принципе мы знаем, что 3-4-5 раз в день нужно маленькими порциями кушать. Это как раз-таки те самые промежуточные приемы пищи. Если к Виталиному вопросу, как набрать вес, получается, вот бывает метаболические процессы нарушены, да, вот мы кушаем, кушаем, как в печку все это проваливается, и ничего в организме не усваивается. Это как раз-таки вот из-за нарушения метаболических процессов. И получается, что если мы хотим набрать вес, у нас даже на примере есть муж Лиды Сенчуковой, кто Лиду знает, Слава, он вот по набору веса, по специальной программе, 6 килограмм набрал, хотя до этого все время проблематично так вот было. Ну и единственный минус был, что нужно было одежду поменять, да, немножко равнером больше, можно сказать. Ну вот в принципе есть примеры, когда вес набирали. Людмила Северина тоже, сестра Лиды, сама по себе высокая, да, и вот очень стройняшечка, тоже несколько килограмм набрала, хотя, как говорят, вообще всю жизнь было 44, ну, конечно, очень хотелось. То есть есть примеры, именно наборы веса, это, Виталий, если вот в этом плане. Многие спортсмены хотят накачать, да, вот это как раз-таки протеиновые. То есть покушали и раздельное питание, да, после еды через полчаса выпить коктейль, то есть как раз-таки организм наполнен, и плюс потом там уже все переваривается, и коктейль сверху, можно сказать. Вот. Ну и плюс там для похудения, как я и говорила, что даже если в 11 часов захотелось кушать, навели либо коктейльчик, либо супчик, и нету тяжести в животе, что, ну вот обычно на ночь наедятся люди, да, а потом уснуть не могут, ну, в принципе, вот эти все процессы, там, переваривания и так далее. Вот. Какие вопросы по ходу есть, тоже пишите. Дальше по слайдам покажу, которые у меня здесь есть, да, что, ну вот, по вкусам, по составам я как раз-таки говорила, вот яичный протеин, протеин зеленого горошка, да, вот на что они влияют. Яичный протеин омега-3 и омега-6, они как раз-таки здесь вот и содержатся, потому что, как вы видели, в Стокгольме выращивается, да, и как раз-таки курочек кормят насыщенный омега-3 и омега-6, поэтому вот в яичном желтке он как раз-таки там и есть. Угу, ем овсянку утром, запиваю потом коктейлем, в итоге много углеводов сложных с утра, что им нужно. Отличный качественный белок от коктейля. Да, кстати, по поводу утра могу сказать, вот раньше в садике, когда работала, получается, утром, раньше, когда просто без кофе проснуться не могла, то есть кофе выпивала или что-нибудь там, ну, если кашка, то здорово, если нет, то что-нибудь там, сыр либо бутерброды, что-то такое. И студенческий гастрит еще такой был, что очень тяжело было. Вот занятия проводишь в садике с детками, ну, а я вот музыкальные занятия проводила, там потанцевать и все такое. И вот гастрит мучила, тяжесть в животе и изжога, да, вот эти вот моменты, когда стала, утром заменила завтрак именно коктейлем, ну, и бананчик там, еще что-нибудь из фруктов. Вот, насыщения хватало, то есть у нас обед был в 12 часов, вот я выпивала, допустим, до 8 часов, и в 12 кушала нормально. Чувство сытости было до 12, если ты его еще с фруктиками либо с кашкой там еще кушаешь. Плюс энергия стала появляться. Если я до этого уроки отвела, и мне спать хотелось, вот, то тут я чувствую, что мне вот в обед не нужен какой-то передых и так далее, потому что как раз-таки насыщение энергии. И плюс могу сказать, раньше вес всегда скакал, потому что тоже метаболические процессы были нарушены. Если ходила в бассейн, вес снижался. Если не занималась физической активностью, набор веса был. А здесь обратила внимание, сколько на весы не встаешь, вот норма есть, и все. То есть нормализовалось, нету вот каких-то скачков и так далее. И, в принципе, когда я начала принимать, это был мой месяц, как раз-таки были утренники, я уже месяц как не ходила в бассейн, потому что загружена сильно была. И мой вес вот был 60 килограмм, поднялся на 65, так как я не посещала бассейны. Попробовала коктейли наши для здорового питания, то есть я, в принципе, не для похудения, мне это сильно так и не волновало, просто что, ну, может быть и волновало, конечно, что вес начал набираться все мои девушки, да. И обратила внимание, что вот я его для здоровья взяла, то есть я wellness pack приобрела и коктейль. И, получается, все стали обращать внимание, что у меня вот талия сильно появилась, да, вес ушел, и вот как-то вот такие вот ощущения. Где-то за полтора, наверное, месяца вес обратно с 65, опустился на 60 и нормализовался. Это вот в этом плане. Есть здесь те, которые после родов были или беременны и так далее. Мы сталкиваемся с такой проблемой, да, то есть ребенка родили, и есть такие. По себе могу сказать, первый раз с таким столкнулась, вот, в принципе, всю беременность пила в двойной норме, wellness pack и коктейли. И получается, что, почему именно принимала, там написано на коробочке, что беременным девушкам проконсультироваться с врачом. Для чего это сделано? Потому что, в принципе, во всех аптеках будет написано детям от трех лет и так далее. Вот есть какие-то нормы, вот у нас есть нормы института питания РАМ, там и так далее, да, в принципе, запатентованные формулы, но тем не менее, в каком случае так написано, если вдруг у беременной девушки предположен, там, аллергия на клубнику, или у нее там какие-то есть аллергические реакции, просто состав врачу показать, чтобы он посмотрел, чтобы там конкретно этой девушке ничего не повредит ни ее, ни ребенку. Вот. Когда я приносила состав Wellness Pack, там полностью комплекс, весь витаминов, мне тогда пересмотрели, что сказали, вот там вся таблица Менделеева, и написано, что суточная норма. И смотрите, получается, что, смотрю переписку, вот, немножко смысле сбилось, там посмотрели, что просто состав йода, 150, то есть суточная норма, а беременным там 200-250, они сказали, там можно немножко йода добавить, но я одну порцию мультивитамин добавила. Угу, Натанин вопрос про беременность. И вот смотрите, когда беременная была, заметила, ну, вот такой факт, что вот, ну, животик есть такой аккуратненький, да, вот талия, у меня даже многие на, не знаю, там, Виталия, может, меня видел, еще вот кто меня знает, да, в принципе, кто вживую общались, видели, вот, что, и незаметно было, что беременна, потому что, ну, вот, если особенно я те одежды поносила, которые вот для меня есть, а вот талия, она как была, так и есть, то есть жиринки не добавляются, самочувствие замечательное, можно было и в игротеке ночью поиграть, Виталь, вот, и так далее, какие-то вот, плюс еще ходила на курсы для беременных на восьмом месяце, уже девушки страдали, устаю, и так далее, то есть у меня, наоборот, я наслаждалась беременностью, то есть не чувствовалось, не было токсикоза совсем, то есть я потом, когда читала, ну, специальное руководство по ним, потом стала обращать внимание на пункты там, где-то беременных, вот, что когда в организме не хватает всяких минеральных комплексов и так далее, почему поливитамины советуют, хотя, в принципе, врачи советуют именно, ну, если есть вариант подороже, либо вот где-то напрямую от производителя, то, говорит, лучше там омегу высококачественную, да, кушать, и я вот рада, что она у нас все-таки есть в Элмос Пэке, вот, да, Виталя, ходили на день рождения, я семь с половиной месяцев у меня уже была, у Ангелинки, Виталий не знал, что я беременная была, вот, в июне позвонила, удивился, что в роддом лежусь, такие анекдоты тоже случаются, вот, и в принципе, после родов, потом, когда период реабилитации был, также усиленно, то есть увеличила, если коктейль, то две порции в день, и так далее, вот, и за два месяца, за полтора, вес нормализовался, я вот даже 59 сейчас килограмм, то есть ни животика, ничего такого нету, да, очень быстро уходила, вот, если по поводу вот этих моментов, по поводу коктейлей или чего-то такого, есть вопросы ко мне, спрашивайте, может быть, коктейли, супы, или что-то про что-то рассказать, вот, в принципе, вот, дневной рацион питания для сброса веса, три килограмма за неделю, завтрак, второй завтрак, можно коктейль, да, обед сбалансированный, свежих фруктов с мюслями, полдник, коктейль, куриная грудка и так далее, вот, еще смотрите, есть система подписки, то есть, как я и говорила, в коктейле 21 порция, но у нас подписка есть на витаминки, на коктейли, на детские витаминки и так далее, да, то есть, когда вы в первом каталоге, у нас каталог Арифлейн 21 день, и, в принципе, если вот по одной порции принимать, тоже на 21 день хватает, вот, подписка идет, получается, в первом каталоге вы приобретаете одну упаковку, а во втором вторую, в третьем каталоге, там, ну, через каждый 21 день, да, приходит третий, и четвертый вам приходит бесплатно, вот, это очень выгодно в плане, ну, вот, экономии, даже если просчитать, 21 день увеличить на 3 каталога, так как 3 пачечки, да, получается 84 дня, 84 дня разделить на количество порций, и вы там получите очень так выгодный продукт. Есть еще система, да, про спаржевый тоже расскажу, система подписки, Wellness Life Plus, когда есть твоя жизненная энергия, здесь идет в такой вот, мне еще нравится коробочка, она как, ну, очень прикольно открывается, я ее еще заменяю, всякие штучки женские туда кладешь, типа аптечки, вот, в красивой коробочке приходит коктейль, витамины, и шейкер, куда можно это сбалтывать, плюс там еще приходит руководство, как правильно, ну, вот, система снижения веса, либо набора. Есть еще набор Wellness Life Plus, твой идеальный вес. Тут получается еще добавлен суп, потому что, как я и говорила, суп, он очень хорошо выводит все, все из организма, в этом вот плане. Так, про суп, да, Виталий спросил, сейчас я слайды свои посмотрю. Что конкретно про суп рассказать? Вот, а, кстати, спаржевый мне нравится, раньше он у меня был так на закусочку, когда я время высвободила свое, когда в садике не стала работать, то у меня ушло, так что поздно кушаю, да, в принципе, когда была беременная, у меня где-то, вот, я говорю, токсикоза не было, тяги к чему-то вообще не было, потому что организм витамины получает. Обычно как? Мы подходим к холодильнику, что-то скушать хочу, а потому что организм не может понять, ему и вот этого не хватает, и вот этого, и вот этого, вот, поэтому всего хочется. А когда уже в организме все питательные вещества есть, тогда уже и все нормализовано. Вот, по поводу спаржевого супа, вспомнила сейчас, беременная когда была, и вот по весне, это месяц так, шестой, седьмой, прям вот тяга пошла на спаржевый суп. А потом, когда с девчонками разговаривала, с нашими менеджерами сказали, что просто там они очень сильно обогащен фолиевой кислотой, как раз беременному она сильно нужна. И вот, видимо, такое вот нехватки было. Напоминает, она там маленькие такие крупинки, напоминает по вкусу, что-то вот, как гороховый суп, либо что-то вот такое, вот кто вот любит такой кашевидный. Ну, мне очень нравится, очень вкусненький. Вот. Это вот по поводу вот этих составов. Давайте немножко... То есть есть специальные коды, да, вот по цене. Получается, есть, предположим, в каталоге, получается, витамины примерно, я сейчас не помню, кто вот может подсказать, да, где-то 2 250, возможно, там коктейль, витамины по такой же цене. Есть еще дисконтная карта, в плане того, что она дает скидку 20% первоначально, и есть еще определенная, то есть вот видите, есть, допустим, 3 продукта, суп, коктейль и витамины, да. Вот примерно один продукт, это 50 баллов. Если говорить на нашем языке, здесь, наверное, не все консультанты и менеджеры. Вот, поэтому есть дополнительная цена, есть цена консультанта, вот если, предположим, взять твоя жизненная энергия, то все вместе, получается, 4760, но по дисконтной карте это будет 4808, то есть мы экономим целую тысячу. И либо 3 продукта по снижению веса, это вот по вот этой вот системе. По вопросам понятно, да, как приготовить? Просто ложку кладете, столовую большую ложку, заливаете кипятком, размешиваете, супчик готов. Какие цена консультанта и что такое баллы? В принципе, да, вот, кто не знает, минус поставьте, может быть, у нас здесь новенькие есть, кто не зарегистрирован, либо еще не знает. То есть, есть такая система, то есть, когда дисконтная карта оформляется, она абсолютно бесплатна, да, ну, в плане того, что не нужно каких-то вложений и так далее. Если делаете 100 баллов, там еще вам подарок идет по стартовой программе, плюс еще вы получаете скидку 20%, когда при заказе на 150 баллов, плюс еще есть у нас каталог же обычный Арифлейм, да, потому что система Wellness, она, это отдельная линейка, которую нужно разбираться, изучать, не так, как я уже два года кушаю ежедневно, да, то, конечно же, это все понятно. При заказе на 150 баллов получается скидка уже не 20%, а 32% это очень экономно. Ну, и плюс, если у вас еще есть в команде люди, вам еще процент возвращается по менеджерскому уровню, это уже в стране бизнес-системы. Ну, это отдельная тема, кому интересно, в принципе, вы можете, отдельно можно встретиться, рассказать. Это вот в этом плане. Хочу рассказать про детскую. Тут, наверное, есть, поставьте плюсики, у кого есть детки, либо там, не знаю, племянники, вот, кому интересно, про детскую послушайте. То есть, это есть мультивитамины и минералы, и есть омега-3. Омега-3, она же жидкая, и, в принципе, могу сказать, что это не тот рыбий жир, который нам давали в советские времена, потому что раньше рыбий жир изготавливали, в принципе, из печени трески, ну, в советские времена, в России, когда изготавливали. И потом, то есть, сами знаем, что рыба, особенно в печени, накапливает очень много осадочков, таких, что вредных. И если такие, такой рыбий жир давать деткам, то нужно потом понимать, как его из организма выводить нужно. Потому что многие тяжелые металлы там как раз-таки усваиваются. Со скольки лет можно давать его деткам? Вот смотрите, получается, что написано вообще от трех лет можно давать. Но мы знаем, что вот я когда беременная была, я со многими врачами разговариваю и даже советовали, что даже беременным в третьем триместре нужно обязательно употреблять омега-3, потому что у нашего маленького человечка формируется головной мозг, а мы знаем, что омега-3 она как раз-таки на мозг, все функции организма, чтобы рост был и так далее. То есть уже беременные девушки уже нужно. То есть я уже была довольна, что я до этого год как попила, ежедневно, да, то есть для своего организма. И когда я кушаю ангелин, кормлю ангелинку грудным молоком, то есть через грудное молоко, то, что я сама принимаю, ребенок все это получает. То есть я еще вдобавок к ПЭКу беру жидкую, по подписке также четвертый в подарок, беру жидкую детскую. То есть по подписке есть и мультиминералы, и вот это омега-3. Вот. Получается, что там по цене, напомните, там в два раза дешевле детская, то есть сейчас не подскажу, нету такого слайда у меня, ну где-то может быть там 1800 рублей может быть по нашей дисконтной карте. Вот. вот уже подробностей не давалось. И получается, что говорили, вот если через грудное молоко, то ребеночек получает, все в достатке, все витамины получает, поэтому я сейчас и супчики, и коктейли в двойных порциях кушаю, чтобы вот все вот эти питательные вещества ребенку вот и было. Ну и в принципе даже молоко насыщенное, сейчас Ангелинке 5 месяцев, мы еще на прикорм не садились. И там написано, что если в принципе ребенок не на грудном скармливании, можно прям с пипеточки по несколько капелек начинать. Где-то с полугода можно давать по пол ложечки. То есть ложка это норма, а с полугода можно по пол ложечки давать. Ну в принципе сами знаем, да, какая польза от омега-3. Раньше перестали давать именно нашу советскую омега-3, потому что я ей говорю, вставал вопрос, как выводить те тяжелые металлы из организма, которые были вот вредные накоплены. Чем отличается наша омега-3 от аптечной, тем самым, что проходит пятиступенчатую очистку, то есть ее из организма выводить не нужно. Плюс вопрос, предположим, по мультивитаминам, минералам. То есть это такая вкусная витаминка, которая еще и подслащенная. То есть лимончик, апельсинчик, вот что-то вот такое вкусное для деток. я слышала такой еще пример, что в начале детки не знают, как принимать, потому что жир, что-то такое, просто по вкусовым ощущениям что-то не то. На самом деле сейчас сама детскую пью, еще там такая разница есть, что в нашем взрослом обычные капсулы, вот эти вот, омега-3, она в капсулках, то получается, что две капсулы мы пьем в wellness pack в пакетике, да, которые есть, а в капсуле детской, ой, не в капсуле, одна ложка содержит, заменяет 10 таких капсул, поэтому мне вот выгоднее даже пропивать жидкую омега-3 детскую, не только потому, что у меня ребенка поступало, но и что там концентрация выше. Почему там концентрация больше? Потому что, сами понимаем, детскому организму нужно намного больше всяких внутриэлементов, которые есть. Так, если у ребенка диатез, вызывает аллергия, аллергия на цитрус, вот это нужно, это нужно смотреть и пробовать, но на самом деле у меня у многих, ну, сама знаешь, что омега-3, она восстанавливает аллергические все процессы, то есть, когда организм восстанавливается, то аллергия проходит. Конкретно Оля Игонина, это менеджер, у нее, у ребенка была жуткая аллергия, они как раз таки вот омега-3, да, вот это вот все стало проходить, стали давать. Ну, и много примеров есть, когда аллергия именно проходила. Вот по поводу конкретно на цитрус, не могу подсказать, нужно по составам смотреть, как там, что, и на апельсины, и на лимоны, Марин. Вот, поэтому здесь вот тоже смотрите, мультивитамины, они тоже идут по подписке, эти тоже идут по подписке, есть еще вот такие интересные, почему продукты Wellness полезны для ребенка, да, вот, очищенный рыбий жир, сертифицирован, вот, сертификаты GMP, института питания РАМ, Ольга Григорян, да, вот, который вот ведет, в принципе, ну, вот, все вот эти вот по питанию проекты, вот, они уже очень, ну, вот, 8 лет наблюдают Wellness продукт, да, то есть полностью, что он натуральный. Чем коктейли и супчики отличаются от правильного рациона питания? Лимон ест нормально. Ага, вот смотри, в жидком Омега-3 там содержится подсластитель лимончик натуральный, а в мультивитаминах там апельсинчик. Чем супчики и коктейльчики отличаются от правильного рациона питания? Тем, что по суточной норме там содержатся все питательные вещества, да, вот, по идее, ну, если вы кушаете полностью сколько нужно овощей, сколько нужно фруктов с добавлением витаминов, значит, ваше питание правильное. Если мы не можем обеспечить себя, мужа, ребенка, да, чтобы все ежедневно было в норме, тогда нужно приходить к дополнительному питанию. То есть, велнос это здоровая еда, это дополнительное питание, которое насыщает полностью весь организм. нам приезжала Елена Демченко, врач-нутрициолог и по здоровому питанию. Она на себе испытывала велнос уже 7 лет, она показывала нам вот слайды, где вес был 130, похудела, ну, она здоровое питание именно тоже изучает, похудела на 80, именно на велнос скоктейли. Ну, практически 50 килограмм ушло. Я не помню, за какой период времени, но вот просто когда вот женщина приезжала и вот она конкретно фотки свои показывала, конечно, это дорогого стоит. Но она и продукт этот очень давно изучает. вот, и плюс она еще работала 15 лет в клинике, где с недоношенными детками, и она как раз таки говорила, что даже если, ну, вот многие, кто из матерей, ну, вот с первого же месяца беременности, там трудновынашиваемые, мало витаминок у них было, получается, ну, вот поступление, да, и рекомендовали велнос, она говорит, даже если ребенок рождался там 6-7 месячный, у него правильное формирование всех органов было, да, если велнос присутствовал, ну, если в сравнении с теми, кто не принимал. Так, и по слайдам еще у меня интересненько, вот, допустим, такой вот слайд для деток, да, вот, что, в принципе, вся таблица Менделеева, да, все детки наши получают. Всего лишь 12% деток следует рекомендациям здорового питания, поэтому на вопрос, нужны ли деткам пищевые добавки, ответ, конечно же, да, ну, в плане того, что, смотрите, еще и, чтобы деткам не давать ни чипсы, ни газировки и так далее, вот, и если у них вот тоже наполнение питательных веществ будет правильное, им, у них тоже вот эта вот тяга пройдет, даже если детки уже попробовали, вкусили весь этот процесс неправильного питания, то есть нормализуется. ну, и вот витамины А, В, С, Д, Е, да, вот те, которые есть. Что следует, как правильный выбор критериев витамин, да, используется в качестве наполнителей, то есть избегать, чтобы не было, когда вот витаминки деткам покупаете, да, сахароза, крахмала, талька, желатина, вот многие, я прям смотрела по составам, во многих вот желатина, да, и всякие искусственные красители, консерванты и так далее, то есть во всех, во всех есть, вот. Далее следующий слайд покажу. А, ну вот, в принципе, сравнительная характеристика. Есть вот мультитапс, количество минералов, да, сколько. Последняя колонка, это в Элмосе. Количество минералов, сколько в каком. Наполнители есть и в иммунишках, их в комплевитах, и в мультитапсах, и в униор, да, у нас отсутствуют. Подсластители. В мультитапсе сахароза, в комплевите глюкоза, в иммунишке сахарный сироп, там, да, у нас оксилит натуральный, то есть, который не вреден. Красители есть, в иммунишках есть, в остальных у всех отсутствуют. Ароматизаторы. У нас экстракт апельсинового масла, натуральный, да, в иммунишках фруктовый, в комплевитах, ну, сами видите, да, и стандарты GMP. В иммунишках и в нашем есть, и в комплевите, и в мультитапсе нет. Вот. А подскажите вообще, кто как деткам витамины покупает, либо покупает ли вообще? Я много знаю подружек, которые вот возьмут одну упаковочку и говорят, а что-то на моем ребенке не работает. Вот. Ну, мы же понимаем, да, что... Ален, какие покупаешь? Понимаем, что вот, ну, как за месяц можно, какие испытательные сроки на ребенке ставить? Что он там скажет конкретного, да, нравится или не нравится? Мам, возьми, пожалуйста. Вот. Еще могу сказать по поводу деток. Вот, у нас многие директора, в принципе, ну, деткам покупают уже с рождения, кто-то с трех лет начинает покупать, кто-то это. И вот иммунитет до такой степени восстановлен, что когда деток в садик отводят, там же такой период, что сразу сопли, там, адаптация, да, вот у ребенка идет, и он месяца два-три не может восстановиться. У нас вот иммунитет не нарушен, и получается, что у ребенка вот этот вот период адаптации, когда он из гнездышка матери переходит туда, ну, практически не болеет. Ну, в принципе, у нас тоже директора делились, если, если какие-то карантины, то только по ветрянке там дома сидели, и даже, ну, как бы температура, даже по себе могу сказать, в принципе, за два года практически ни с температурой, ни вот каких-то вот таких показателей я не вижу. Вот. Еще есть детки, которые в школе учатся, сейчас нагрузка очень сильно большая, и почему детки не могут уроки делать? То есть, в принципе, если нехватка омега-3, что у грудного ребенка, да, очень раздражительный, капризный, у некоторых по ночам плохо спит? Ну, то есть, тут, фу, мой ребенок только покушать просыпается, можно сказать, а у некоторых вот с кем в роддоме даже вместе лежали, любые вот девчонки, сейчас вот смотрю, наблюдаю, вот, что вот по ночам плохой сон и так далее. И вот по поводу школьников, программа большая, а если омега-3 в организме не хватает, то нарушена концентрация ребенка, и он, нет усидчивости, он не может сидеть и вот делать уроки и так далее, потому что вот нейронные связи, вот эти вот нарушенные, они, не может ребенок сконцентрироваться, и у него и так столько занятий, столько нагрузки, столько уроков, поэтому там, ну, в принципе, очень сложно что-то вот такое внимание обратить. А это вот по поводу применения, да, вот в принципе, что с трех лет по одной чайной ложке, если, ну, вот советская медицинская школа, да, уже рекомендовала принимать ревизжир, с трех недель жизни, начиная с трех-четырех капель, два раза в день, ну, то есть из пипеточки капать, в принципе, вот, это если вот этого касаться. Такие вопросы есть, давайте. Я вот уже, в принципе, тоже говорила, да, что вот кушаю и витамины, коктейль раньше просто по одной порции, но вот когда беременная была, и вот сейчас родила, то просто порцию увеличила, по себе даже могу сказать, интенсивность даже, вот усталости нет никакой, вот потому что энергия вот эта есть. Раньше внимания так не обращала, вот сейчас, когда стало там, в двойных каких-то дозах, вот здесь вот тоже слайд такой, что картин, подписка, система подписки на детские витаминки тоже есть. То есть в четвертом каталоге вы их получаете бесплатно. Есть какие-то вопросы ко мне? Пью комплексом, очень нравится. Да, а поделитесь, кто уже wellness пробовал, что, какие вот на себе какие-то ощущения, потому что я уже могу, не знаю, несколько лет пью, поэтому мне кажется, уже была всегда здоровая и здоровая, но прошел гастрит, ничего страшного, ну нормализовался вес, да, там нету скачков каких-то. Вот, пока пишете, могу сказать, что вот люди с сахарным диабетом, кто как раз таки есть такая проблема, либо давление, очень нормализовывается, потому что есть такой факт, кто знает, что такое гликемический индекс. Сейчас даже слайд такой найду. Когда нам в школе раньше, ну по крайней мере мне так говорили, перед экзаменом, съешьте шоколадку, у вас сразу мозговая деятельность поднимется. Почему так говорили? Потому что шоколад это высокий гликемический индекс, там скачки вот эти вот происходят. Почему любые сахара, они вот, не дают вот эти скачки? Почему сахарный диабет может происходить? Почему давление прыгает и так далее? В наших коктейлях, ну и супы тоже нормализуют. Гликемический индекс, получается, что нормализован. Ну, то есть это величина, показывающая, как быстро и насколько сильно поднимается уровень сахара. И даже если у кого-то давление, я не говорю, что там 120 на 90, он там есть, но нету вот этих вот скачков. То есть если у кого-то 150, да, оно будет стабильно, потому что я знаю людей, ну, как бы конкретным примером могу сказать, что иногда скорые вызывали, потому что там сегодня 150, к вечеру 220 и увезли и так далее. То есть даже если 150, то оно вот прямо по норме, 150, 150, то есть оно восстанавливает, нету скачков и нету вот этих вот приступов. Вот, по поводу сахарного диабета и так далее, то есть всегда же им сладенького еще больше хочется. А вот в коктейлях как раз-таки добавлены те компоненты, которые нормализуют это все. Сегодня такой прям вебинар, можно сказать, про wellness. Давайте тогда на следующее занятие перенесем. Я с вами вкратце приготовила и уход по волосам. Там отдельная линейка, либо могу сегодня и вкратце рассказать, то есть уход за телом, шведский спа, либо уход за лицом комплексный, могу вот прям 10 минуточек что-нибудь рассказать, напишите, что интересно. Вот, уход по волосам, есть линейка Элио, мне очень нравится, то есть я люблю именно вот эту линейку. Кто если хочет послушать, то сегодня на 10 минуточек еще задержусь, расскажу. Если нет, на следующую субботу мы перенесем. Про волосы интересно. Давайте я презентацию тогда загружу, которая именно по волосам. И буквально вот вкратце. Тогда на 10 минуточек, остальное все продолжим в следующую субботу. Мне напишется, либо так в принципе есть по визажам отдельные три курса визажистов, ну потому что я сама на визажиста училась, плюс еще много посещала занятий, проходила курсы по уходу за лицом. Не курсы, а косметологи к нам приезжали, они нас вот этому учили. То есть в принципе тоже можно и те вебинары тоже посмотреть. Сейчас вот загружу по волосам. Смотрите, в принципе, немножко расскажу. Так, сейчас включу линейку. Вот, красивые, здоровые волосы, сильная прическа, это доминирующий аспект имиджа, который мы создаем. Вот именно поэтому уделяем ей максимум внимания, стараемся, чтобы прическа всегда была стилем, образом, да, нашим. Вот, поэтому, ну я сама очень помешана на уходе за волосами, чтобы они блестели, чтобы они выглядели шикарно, потому что, согласитесь, это очень большой показатель нашей, нашей вот ухоженности, можно сказать, потому что волосы, они выдают. Не хватает витаминов, волосы это выдают, да, и не хватает блеска волосам. Вот. Какие рекомендации, то есть использовать шампунь, подходящий типу волос? Вот на самом деле, шампуней очень много. Они есть для объема, для гладкости, для жирных волос, для сухих, для нормальных и так далее. То есть мы иногда знаем только три, да, а есть еще показатели, чтобы для блеска волос, то есть там алмазная пудра, да, содержится, которая вот эти вот гранулки блеск дает, для окрашенных волос. У нас в конкретной серии, серии HRX, есть конкретные линейки, да, у которых есть, допустим, зеленая серия, зеленая надпись там есть, сейчас картинок уже нет, не покажу, хотя, сейчас посмотрю, может быть есть. Вот эти вот серии, которые, вот, допустим, я обожаю вот с розовой надписью именно для блеска волос. То есть я использую зелененькую надпись, это там содержится чайное дерево, которое, вот когда мы промываем корни, то есть вот всю структуру волос промывать ни в коем случае нельзя, потому что она и так, здесь подсушенные кончики, а здесь очень насыщенное сальное выделение, да, происходит у нас. Поэтому, когда волосы промываем, мы сначала используем шампунь, который нам необходим, по типу волос, то есть жирные, нормальные, либо сухие и так далее, да, и промываем только корни. Потом берем второй шампунь и уже туда добавляем то, что нам хочется, объем, блеск, либо для выпрямления вьющихся волос и так далее. По этому принципу понятно? Вот есть еще вот такая вот серия по восстановлению волос, желтой надписью. Тут и маски, и сыворотки, и вот, и так далее, там смеси, да. Плюс вот эта вот серия есть, что для мужчин, что для женщин, Хаэрс, именно уже там содержатся стволовые клетки и имбирь. Вот имбирь, он корни прям пробуждает, это для того, чтобы волосы как раз-таки восстановились и в большей степени, ну, оживили вот те луковички наши. То есть это вот, если по вот этой части. И еще про wellness не рассказала, есть мультивитамины и минералы для волос и ногтей, как раз-таки к волосам перешли, да. Сама сейчас пропиваю, вот после беременности, ровно в три месяца, когда ангелинке исполнилось, у меня вот клочками стал вылазить волос, хотя до этого проблем таких не было, всегда ухаживала. Стала пить внутрикомплекс для волос и ногтей из линейки wellness, и что вот нормализовалось, в принципе, перестало выпадение, потому что вот прекратилось. Раньше могу вот, Иринка написала, Альбине на фото сюда, да, после того, как Альбина делилась, да, вот что пропила, с Ростова ко мне, когда приезжала в Новокузнецк на дипломирование, стала утюжком выпрямлять волосы, и увидела, что вот прям шевелюра плотная, я говорю, ничего себе, у тебя вроде таких не было. Она говорит, ну вот, а там курсом идет. То есть, если мы витаминки wellness ежедневно пропиваем, да, вот курс для волос и ногтей, он получается 4 коробочки, а потом перерыв надо обязательно делать в месяц на 3. То есть, это можно осенью пропить, и если, допустим, еще хотим улучшить эффект, то весной, либо, предположим, там, ну, другие, да, погодные, сезонные. Вот. И вот я обратила внимание, да, что волос сильно уплотнился, ну, потому что, ну, не такой у нас бинки был. А, получается, когда она тоже поделилась в парикмахерскую, когда, ну, вот волосы наращивают, да, и вот есть вот капсулы, которые впаивают, в принципе, к волосам. У нее делали 122 капсулы, когда она пришла к тому же парикмахеру, да, они там делали, у нее нижний ряд вообще полностью не хватило. То есть, она говорит, у тебя что с волосами? Она говорит, а что? Она говорит, ну, уже испугалась, думала, что там с волосами. Она говорит, так у тебя, почему вот их стало больше, да, вот объем вот этот, потому что, говорит, приготовила 122 капсулы, как нужно было, а понадобилось еще там намного больше. То есть, в итоге на следующий день еще доделывали, 136 понадобилось. Ну, вот просто по плотности волосам, если говорить. И у кого проблемы с ногтями, ну, у меня такое никогда не было, ногти плотные, знаю, что у многих после волос-пэка они сильно уплотняются, после комплекса для волос и ногтей, ногти как раз-таки вот еще вот это восстанавливают. И плюс там еще по всем показателям, если у кого-то низкий гемоглобин, и так далее, там внутри комплекса как раз-таки вот богатые. Ну, вот у кого кости, да, вот если низкий гемоглобин, и так далее, то комплекс вот этот как раз-таки очень сильно помогает. Вот. То есть, промыли волосы двумя шампунями и промываем только вот корни. Причем, когда, если это в душевой, да, голову наклоняем, пока смывается вся вот пена, она вот эту вот часть волос и так промоет. То есть, ее мыть не надо, особенно, если кто-то там шерудит волосами. К чему это приводит? Волосы начинают ломаться, начинают сечься, то есть, это именно еще от этого. То есть, полностью всей пеной не нужно, потому что будут тогда кончики сушиться и расслаиваться. Вот. наносить шампунь на голову сразу из флакона нельзя. То есть, его нужно сначала на ладонях распределить. Вот. И по поводу двух шампуней могу даже сказать, что когда стало правильно использовать, это меня парикмахер в Кемерово научила. Танюшка очень любила своего парикмахера. Она говорит, обязательно двумя шампунями нужно мыть, потому что первый раз, когда мы шампунью моем, мы промываем только жир, который у нас накопил, сальные железы, которые вот вырабатываются, да. А когда мы берем второй шампунь, получается, что это может быть даже один и тот же шампунь, просто вы на второй раз промываете. Я вот даже внимание обратила, что пеной образования тогда после второго раза столько происходит, потому что как раз таки практически уже чистая голова, но обращу внимание, практически она еще не чистая. И вот на второй раз уже пены столько, сколько и должно быть по идее. Хотя та же самая норма. Обязательно используются ополаскиватели. Кто после шампуня использует ополаскиватели? Напишите, либо масочками какими-то пользуются. Что вот есть ополаскиватели, которые ежедневно принимаются, а есть которые... Кто-то там, не знаю, волосы подсушились, только тогда принимают. Но на самом деле есть вот предположим ополаскиватель, он специально предназначен для того, чтобы ежедневно увлажнять волосы. То есть не ежедневно, а вот помыли голову шампунем, обязательно ополаскивателем. Он вот эту вот влагу все волосам вернет, которые вот смыли. Маска, она очень сильно интенсивная, поэтому маску нужно использовать раз в неделю. Ну если вот по таким вот показателям. И вот в нашей серии вот этой, новая Элио, там содержится богатое содержание масла форганы, масла розы, то есть они обязательно натуральные, да, экстракт репейника, витамин F и так далее. То есть именно вот ухаживающие компоненты для волос. Есть еще специальное масло, которое восстанавливает волосы. У нас эта серия вышла меньше года назад, я ее когда попробовала, я, конечно, от эффекта такого не ожидала. И могу сказать сразу, раньше разные масла для волос брала, когда их наносишь, они очень утяжеляют волосы. Когда попробовала наше масло, тем более там только капелька нужна, то есть распределила по кончикам, и в принципе на мокрые волосы немножко придала вот эффекта, да. Блеск сразу появился. Вот я нашу краску обожаю, в принципе она очень хорошая, да, и вот приближена к профессиональной, и не вредит волосы там тоже, потому что масла добавлены, которые вот подпитывают. Даже вот приобрела вот эту серию, когда новинкой она у нас выходила, волосы неокрашенные были месяц уже как, ну, у них краски хватает на 2 месяца, чтобы вот через каждую месяц окрашиваю. Помыла неделю линейкой Элью, пришла к нам в офис, у нас Оли Польникова, Лида там были, они говорят, Таня, мне так нравится цвет волос, ты краску поменяла. То есть стали играть, игра цвета. Это как раз таки дают вот эти вот питательные, натуральные масла. То есть восстанавливают цвет, и он начинает какими-то вот переливами играть, то есть волосы сразу оживают, становятся живыми. Ну и в принципе, если говорить, если органовое масло знали, оно выращивается только на, ну, северной Африке, да, южной вот части Европы. И вот на деревьях такие вот орешки растут, специальные, которые вырабатываются. Вот больше органовых деревьев нигде не вырастает. Почему вот это как раз таки дорогой компонент? Почему у нас в каталогах цены, ну, по-моему, сейчас шампунь, я не знаю, там 300 с чем-то, наверное, стоит, скажите, сколько они там по акции. Масло, ну, где-то, может быть, не знаю, 500 с чем-то по акции. Ну, хотя его хватает, я не знаю, я себе беру, мне на полгода масла хватает, потому что там капелюшечку всего лишь надо, да. И вот как это делается? Это все делается вручную, это женщины вырабатывают, да. И вот один литр масла, это нужно 100 килограмм плодов, вот примерно, да, представьте, сколько это вот все это стоит. Да, 350 примерно, плюс еще минус наша скидка, и нам еще дешевле выходит. То есть это все, вот представьте, вручную, это какой кропотливый труд, да, вот как это все вырабатывается, делается. Я, в принципе, прогуглила, вбивала, сколько стоит органовое масло, если заказать, ну, вот они все идут по 50 миллилитров, цена меня вдохновила, потому что если на заказ натуральное масло, не просто в аптеке, да, купить, то оно где-то, ну, тысяча от полутора там начиналось, тысяча триста там, если по миллилитрам поменьше, вот и так далее. То есть, в принципе, органовое масло, оно очень хорошо ценится. А, ну, вот ценят даже. Вот. Ну, можете в гугле забить там на заказ натуральное масло, сколько они стоят. Я помню, тогда еще в каталоге брала, вот по 439 рублей у нас тогда была. Ну, вот сейчас тоже, по-моему, там есть, можно смотреть, вот. Что даже если сравнить, даже если там, не знаю, 500 рублей она стоит или сколько-то, если сравнить, а сколько на заказ, если мы приобретаем. То есть, по вот этим вот компонентам. Как пользоваться маслом? Ну, в принципе, как вот и говорила, да, растираем на ладонях и на мокрые волосы наносим, потом распределяем, как и нужно. Вот. Когда я стала маслом пользоваться для разглаживания волос, я абсолютно совершенно перестала пользоваться утюжком. раньше у меня вот во все стороны они вились, а тут вот у меня после нескольких применений, не знаю, может быть, недельки две у меня ушло, и вот каждый раз, когда голову мыла, то вот такие вот компоненты. Как пользоваться, я уже тоже рассказала. Ну, вот, в принципе, какие вопросы, если есть по уходу за волосами, я вот, в принципе, закончила. Вот. Можете задавать. По себе могу сказать, что когда стала применять именно двумя шампунями мыть? У меня раньше, я когда в университете училась, мыла ежедневно голову, потому что утром просыпаешься, ну, вроде бы, как бы ничего еще, но если вечером приходишь с универа и с работы, уже все, до вечера уже не доживает. Когда стала, допустим, у меня сама текстура была жирные волосы, и блеск всегда охота добавляет, либо что-то такое, получается, что для жирных волос использовала шампунь, промывала корни, да, а потом второй эффект. И когда вот стала применять для жирных волос, там, в принципе, написано до 72 часов действия, то где-то раз в три дня я теперь голову мою, то есть, ну, вот, после правильного промывания корней. Вот. Ну, если вопросов нету, тогда все, всем спасибо, всем пока-пока, жду вас в следующую субботу на Школу Красоты, мы с вами продолжим по уходу за, остальные все, вот, уход за телом, шведский спа-салон и так далее, да, вот, всех было приятно видеть. Спасибо за обратную связь, что пишете, что всегда со мной. Пишите вопросики, если что, можем дополнительно там, есть какие-то вебинары, спрашивайте видео, пересматривайте там Школу Визажа, либо еще что-то. Вот, всем пока-пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok